МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии «Працое» Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Приоритетные пытанни. В регионе протягиваются встречи с дырегатами 6-го у себя белорусского народного схода. Житово важная вытворчесть Мазырске НПЗ повеличивает выпуск медицинского кислорода. Держава подтримает. У Гомельской области амаль на тысячу стало больше мадетных семьях. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня в рамках работы информационно-пропагандистской группы Гомельского облыва конкама отбылась встреча наместника старшини Владимира Прывалова с коллективом Добрушской центральной районной больницы. Наши корреспонденты ведают, об чем ишла размова. Добрушская центральная районная больница – одна со старейших медицинских установ в Беларуси. Первый корпус был побудован князем Паскевичем Яши в 1878 году. После Великой Айчины побачь открыли и еще один корпус. Такой историей у больницы генерации. Але протяглая эксплуатация робить актуальным проведение капитального ремонта установы. Летось тут открыли акушерское гинекологическое отделение, оснащенное самым существенным обсталяванием. Все лета гитая работа протягивается. В этом году, конечно же, при поддержке финансовой поддержки управления здравоохранения Гомельского облсполкома нам были выделены деньги. И мы сейчас продолжаем ремонт первого этажа вот этого трехэтажного корпуса, которому уже очень много лет. И мы сейчас делаем физиотерапевтическое отделение. То есть оно будет точно такое же красивое, современное. При этом мы закупаем все самое новое оборудование для того, чтобы проводить реабилитацию всем пациентам, которые у нас лечатся в стационаре. У сущасной истории добрыжские медики вытремали два серьезные экзамены. После 86-го они допомагали людям, которые потерпели у вынику чернобыльской катастрофы. Минулый год и начаток этого – борьба с коронавирусом. Не в опущенную шаргу, дякую, что не просто захованию, а и развитию медицины на мясовом узровне. У бывшего врача-терапевта Участкова сейчас расширились функции, он стал врачом общей практики. Появились помощники врача, которые взяли на себя часть рутинной работы, где не требуется вмешательство. Очень порадовал тот факт, который тоже отзвучил президент, что даже в районных центрах будут компьютерные томографы и, конечно, более высококлассное оборудование. Большое количество населения у нас в Добрыжском районе, которые обращаются по различным заболеваниям. Им намного удобнее, допустим, у нас в районе обслуживаться, чем, допустим, ехать на областной центр. Поэтому мы стараемся на районном уровне внедрять новые технологии, новые виды медицины, соответственно, для того, чтобы облегчить работу и как можно лучше, качественнее оказать медицинскую помощь нашему населению. Дорога, только в минулом году набрать буз коронавирусом на Гомельше не было выдатковано амаль 105 миллионов рублей. Сегодня ситуация поляпшается, что позволяет скорочать червоную зону и больше уваги надавать лечению инших захворываний. Перед медициной сегодня у Вогули ставятся великие задачи, как и перед усвой социальной сферой. Размова об этом и шла на шестом все-белорусском народном сходе. Основная цель на следующую пятилетку – это работа над демографическими показателями. Это снижение таких показателей, как общая смертность, смертность в трудоспособном возрасте, детско-младенческая смертность, детская смертность. Поэтому вот эти постулаты, которые сегодня двигают сферу здравоохранения в первую очередь, если касаясь образования, конечно, мы будем двигаться и по линии строительства детских садов, школ, модернизация социальной сферы, хозспособом, капитального ремонта. Ну и потихонечку будем не снижать обороты по централизованному тестированию и предметным олимпиадам. По спорту обязательно удержать те показатели, которые мы сегодня имеем в республике. Это лидирующие позиции по медальному зачету. Ну и подготовка спортивного резерва. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Йоген Макейенко. Телерадиокомпания «Огумель» из Добруша. Мазырский НПЗ у 7 разов повеличил вытворчость кислорода у студени, в сравнении с аналогичным периодом минулого года. Медицинский кислород выкрыстовывают для лечения пациентов застмой, пневмонией, а так само пристана карды, сердечной недостатковости и инших хворобах. Мазырский НПЗ поставляет его стационары региона, а так само инших областей краины. Особливо актуальным гэты накерунок стал при пандемии коронавирусу. На уздыме захворывание НПЗ поступально нарушил выпуск необходимого для сферы охоты здоровья продукту. Производство медицинского кислорода у нас на заводе организовано на блоках разделения воздуха, криогенного типа. Процесс непрерывный. Методом низкотемпературной ректификации. Состоит из следующих этапов. Это забор воздуха, его компримирование, очистка от масел, влаги, углеводородов, ацетилена, углекислого газа. Затем сама низкотемпературная ректификация производится. И уже в жидкой фазе кислород подается на насос жиженого газа, где испыряется. И дальше производится закачка его в баллоны с кислородом объемом 40 литров. Баллоны, которые рыхтуются для медустановы, проходят шматозроневую процедуру проверки. Потрабования до медицинского кислорода серьезные, как далеко в асродку. Тому контроль за якостью так само хрунтовны. Медицинский кислород про запас не рыхтуют, этот продукт долго не заховывается. Но при необходимости на МНПЗ готовы выпускать парты по западах. При этом сподяются, в великих объемах кислород не спотребится. Пандемия худко завершится. Допомога для великой семьи. Летось у Гомельской области было зарегистровано маль 19 тысяч мадетных семья. Это прикладно на тысячу большим и 2019. Добрая статистика, не издевляя. В Беларуси шмат зроблено для поддержки таких родителей. Есть семейный капитал. Свободный от працы день в тыдень. Допомога при подрыхтовке детей до школы. У одной из гомельских семей, где растут пятеро детей, побывала Марина Северянова. Марияна только прочнулась и застерожностью, разглядая видеокамеру. А потом хавается от гостей у мати на руках. Глядяши на прыгожую деловую Марину, складано поверить, что она народила пятерых детей. Уся справа признается шмодетная мать у правильным размиркования обовязков. А я шея во упэлненности у патрымцы державы. Государство дало очень много, ну, по крайней мере, нашей семье. У нас прекрасная четырехкомнатная квартира. Новая, просторная, шикарная просто. Теперь у нас есть еще участок, на котором будет возводиться дом. Опять же, за средства государства. Ну, то есть там частично мы это тоже планируем. Планируем, да. Мы можем дать детям образование. Что тычет самогчимость дать детям добрую эдукацию, то размова об семейном капитале. На его безродного отрымали право после народжения четвертого детяти. И вельми своечасово. Радуется Марина. Семейный капитал мы получили в 2015 году, после рождения четвертого ребенка Яна. На то время семейным капиталом можно было воспользоваться заблаговременно, лишь на медицинские цели. Спасибо большое управлению нашего государства, что они все-таки разрешили пользоваться им и на другие цели. Можно воспользоваться на обучение и на строительство жилья. Ну, в случае, если мы нуждаемся. Мы нуждаемся. В обучении, в оплате за обучение мы тоже нуждаемся, потому что у нас сейчас обучается сын старший. На платном он. И это очень своевременно, очень своевременно. У Гомельской области право на дотерминовое отрымание семейного капитала предоставлено о мальчатром тысячам семьях. 90% ускористались такой мягчимостью, как полепшие жильевые умовы. Остальные накировали сродки на отрымание медицинских послуг и адукацию. Великий репортаж о поддержке державы великих семьях. Глядите в программе «Новины ты дня» в неделю на «Беларусь-4». Первый эфир у 16.00. В Гомель стартовал областный форум студентской молодости «Зимовая веселка». Его программа началась со спортивной эстафеты в центре Олимпийского резерва по легкой атлетице. Для отдела у нее и каждая ВНУ Гомельщины представила свою команду с 10 человек. Самых мощных и худких вызначали у семи видах спортивных выпробований. Наверное, одно из важных – это, может быть, даже не победа, а участие, командный дух, чтобы было единство, чтобы все друг друга поддерживали, получали хорошие эмоции и, можно даже сказать, расслаблялись. Непосредственно задача капитана, по моему личному мнению, это воплотить команду. Мы все первокурсники, мы все только познакомились. И самое главное – это дружно провести время не только со своим университетом, но и с остальными университетами. Первое место по выниках споборництва у команды ГДУ имя Франциска Скарыны. Однако выники эстафеты пойдут у агульный залик каждой команды у зимовой веселцы. Далее форум протягнется выставой досягнений у университетов и великим концертом творчих номеров першокурсников. И он пройдет 25 лютого в областном громадскокультурном центре. Даречи, тема студентского споборництва оселят агучыць, як студенты на орбите. Гэта новая трактовка твора Лявониха на орбите беларускага письменника и драматурга Андрея Макайонка. Выхование соправдных мужчин и патриотов. Областное отделение Беларускага фонду Миру организовало сустречу с наученцами Гомельского дорожно-будовничного колледжа. Я ее промерковали до дня оборонцов Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь. Перед молодью выступил Алексей Пименов, удельник Великой Айчинной войны. Проставники военкомата расповяли хлопцам об необходности службы у армии для формирования характеру и особые. На это мероприятие мы пригласили ветеранов вооруженных сил, ребят, которые сейчас проходят срочную военную службу, даже выпускников этого колледжа, которые на сегодняшний день являются военнослужащими, для того, чтобы из первых уст услышать об особенностях службы. Также хотим рассказать ребятам о возможностях поступления на контракт, поступления в военные учебные заведения. Ну а самое главное – создать у них правильное понимание того, что мир – это самое важное. Чтобы наш народ мог жить в мире и согласии, нужна крепкая армия. Споведь на мяжи трилера. У Центры инклюзивной культуры у Гомеле рыхтует премьеру камерного спектакля по пьесе Сергея Потапова «Фемина Максимы». Смелый моноспектакль, расповедая пролюс жанчины, якая потерпела у аутокатастрофе. Ее житет целиком изменяется, а сама героиня, починая отримливать поведомления на телефон от своего загинувшего прихильника. Она сопротивляется варьятству, а лезь десняя жудостные учинки. Тяжкая история, полная безнадеянности ставить пытанья, коли зникает человечность. Головную роль у постановцев иконовая неведущая актриса Дарья Дорошко. По пьесе она просто получает шрам на лице, уродующий ее. От этого начинает сходить с ума потихоньку. От привычной жизни ничего не остается. А мы немножко переделали поближе к моим реалиям. Моя героиня теряет зрение в этой аварии. Что ее, в принципе, больше оправдывает, конечно. Если не по сюжету, то, наверное, о том, что не стоит людей оставлять одних, когда с ними случаются страшные вещи. Убачить премьеру спектакля можно в субботу, 20 лютого. Початок у 18 годин. Артисты попередживают. Наведывание спектакля не рекомендуется ни полнолетним, а так само тяжарным женщинам и уражливым людям. Тибетский як, самки марала, зубры и эксклюзивная китайская свинья породы Мейшан. У центра экологичного туризма, який находится каля агроградка Бабовичи, пополнение. Живелы уже узвыклися с новыми умовами и рады гостям. С новоселами познайомился и наш корреспондент Дмитрий Котау. Такого прыгажуна, який худшей нагадывая добра усім знайомого Шарпея, можно встретить только в центре экологичного туризма. Порода эксклюзивная. Китайского Мейшана в Беларуси больше нема. Поведомление об его продаже заявилось на одном из интернет-сайтов. Керовник центра экологичного туризма Василий Антонов одразу отгукнулся. И на приконце минулого года накировался за новым постояльцем. Проблем с доставкой не возникло, як у далейшим и бытовых складаностям. Не глядяши на стереотип, китайская свинья породы Мейшан вельми ахайная живела. У этих свиней есть еще особенность отличительная. Некоторые самки готовы давать потомство за один раз до 40 поросяток. То есть такого большого помета ни одной породы свиней нету. Вот сейчас в активном поиске ему невесты и будем пытаться развести эту породу. По суседстве литерально у некольких метрах еще одны новоселы. У листопаде минулого года у центра экологичного туризма заявилися зубры – два браты-близняты. А четыре дни тому, что символично на день святого Валентина им поселили двух девочинок. Новых суседок, браты-близняты, сустрели не совсем дружелюбно. В первые дни ожитивлялась соправданная борьба за территорию. Но уже сегодня живелы живут мирно. Такие поводины для этих живел – норма. Им нужно крыху часу, как привычается один до одного. Девчонок, кстати, привезли из Могилевского буйнического зоосада. А браты-близняты – из Минского зоопарка. Новых зубров специально подбирали из другого места, как выключить близкородностное скрыжевывание, которое может негативно повплывать на будущее потомство. Думаю, уже через год, наверное, у нас будет потомство. Так называемая в Гомельском районе микропопуляция зубров. Наверное, первая. Опять старались при покупке этих животных выбрать более-менее спокойных и почти контактные. Они хоть и из полувольного вольера, но уже к себе практически подпускают. Так само сяродного села у тибетский як. У ближайших планах пошук для его самки. Сяброку подбирают и для алтайского морала. Балтайскому моралу двух невест привезли и третью заказали. С научными сотрудниками, которые занимаются мораловодством, мы созванивались в России. Они нам все-таки посоветовали, чем больше самок у самца, тем будет более правильно. Ну и потомство будет более прямо пропорционально развиваться. Усего в Центре экологичного туризма больше за 100 живел. Некоторые зараз за холодного надворья знаходятся в теплых помешканиях и недоступные для наведывальников. У приватности – австралийские лебеди, карликовые камерунские козы и индийские дикобразы. Однако уже худко с наступлением весны. Разом с иншими постояльцами Центра, они снова начнут радовать, как дорослых, так и детей. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». 19 лютого по усходе Беларуси за узмацнение холодов обвестили оранжевый уровень небезпеки. Завтра на территории региона захавается переменная воблашность. На дорогах Махчима гололедится. Температура поветра будет минус 20-22, но на усходе краины слупок термометра опустится до минус 25-28. У день чекается до 12-ти морозу. МНС просит насильництва быть осторожными и выполнять правила безопасности при выкрыстении пятного тепленья. Это и другие новины. Информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.buy. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Пожары продолжают уносить жизни и наносить материальный ущерб жителям Гомельской области. За прошедшие сутки зарегистрированы 6 возгораний, на которых погиб один и спасены два человека. Повреждены пять строений. На оказание технической помощи спасатели выезжали семь раз. Рано утром в службу спасения поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Комсомольской в городском поселке Лельчицы обнаружено обгоревшее тело мужчины. По прибытию работника в МЧС в доме ничего не горело, но чувствовался запах дыма. 58-летний мужчина числился в списках смотровой комиссии, состоял на учете у врача-нарколога, неоднократно привлекался к административной ответственности, ранее судим. События, вероятнее всего, развивались следующим образом. Хозяйка дома 33-го года рождения спала в своей комнате, услышала звук сработавшего автономного пожарного извещателя и зашла в соседнюю комнату. На кровати обнаружила своего сына 62-го года рождения без признаков жизни. Постельные принадлежности находились в дыму. Женщина попыталась поднять своего сына, но не смогла. Вышла на свежий воздух и передала сообщение случившимся сотрудникам РОВД, которые затем по прямой линии связи передали сообщение работникам МЧС. В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 1,5 квадратных метра и пол. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства гибели будут установлены в ходе следствия. Еще один любитель покурить в доме сейчас находится в Петриковской районной больнице. Своей жизнью он обязан соседу. Пожар в деревне Голубица Петриковского района произошел накануне около пяти вечера. По предварительной информации, мужчина 1959 года рождения заметил, что из соседнего дома идет дым, завизжал внутрь и на полу веранду увидел ползущего к выходу 45-летнего сына хозяйки. Сосед поднял его, вынес на улицу, а затем передал работникам скорой медицинской помощи. С ожогами мужчину госпитализировали. Пожар потушили спасатели, огнем уничтожены имущества в доме, повреждена кровля и потолочное перекрытие. В январе на улице Целиной в Гомеле пьяный местный житель повредил плафонные скульптурные композиции специализированного комбината. Мужчина надеялся, что его поступок останется безнаказанным. Но вскоре подозреваемый был установлен. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В ОВД администрации советского района обратился сторож, сообщив о том, что кто-то повредил три уличных светильника. По видео с камер наблюдения идентифицировать гражданина милиционеры не смогли, но обратили внимание на одежду и обувь хулигана. В середине февраля свящикам удалось установить, что в одном из близлежащих домов проживает 26-летний мужчина, который носит похожую куртку. Побеседовав с ним, ранее судимый за грабеж горожанин признался, что светильники разбил именно он, но зачем не знает, так как в тот вечер был сильно пьян. Сейчас ему предстоит ответить за поступок по закону. Оплата товаров чужой банковской карты приравнивается к краже. Гомельским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту хищения неустановленным мужчины денежных средств с платежной карточки, которая была утеряна иным владельцам. Установлено, что 22 декабря прошлого года в Гомеле неизвестный мужчина, которого вы сейчас видите на экране в магазине «Алми» на улице Мазурова, 28В, приобрел товар и расплатился за него найденной им банковской карты. Если вы узнали этого человека или владельцей информации о его местонахождении, просьба сообщить об этом по указанным номерам телефонов. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Такое решение приняла Белорусская Федерация Футбола. Матч состоится 23 мая. В сообщении БФФ сказано, что выбор Гомеля не случайен. В этом году белорусскому футболу исполняется 110 лет, и именно в городе над Сожем появилась первая футбольная команда. На центральном уже играли в финал Кубка страны в 2015-м. Батэ обыграл солигорский шахтер 4-1. Гомель 2 на домашнем паркете был сильнее дубля Гродненского крона на матче мужского чемпионата Беларуси по гонболу во втором дивизионе. Уступая практически по ходу всего поединка, подопечные Сергея Цыганкова смогли в концовке вырвать победу 39-35. Женский гонбольный Гомель также праздновал победу. Бабруйская Березина не смогла оказать сопротивление действующему чемпиону страны на своем паркете. Команда Томожа Чатора была сильнее 39-25. Главный конкурент гомельчанок столичный БНТУ также праздновал викторию. По итогам первого тайма минчанки проигрывали витебчанке 4 мяча, однако после перерыва класс взял свое. БНТУ победил 36-27. Белорусская Федерация Баскетбола и ФИБА Европа запустили в нашей стране новый проект «Шаг в будущее». В каждом регионе пройдут мастер-классы под руководством тренера женской молодежной сборной страны Златана Прешича. Главная целевая аудитория – детские тренеры. Стартовал проект в Гомеле. На протяжении двух дней сербский специалист провел три показательные тренировки. Под его руководством работали юные баскетболисты из Гомеля, Светлогорска, Речицы, Калинковича и Жлобина. Заключительное занятие посетила одна из лучших баскетболисток Беларуси уроженка Гомеля Анастасия Веременко. Ребята смогли пообщаться с бронзовым призером чемпионата Европы. Авторы самых интересных вопросов получили от нее подарки. Не прошли даром для ребят и сами тренировки. Было весело, с многими познакомился больше, сдружились и классно тренировались, устали сильно. Было очень интересно, я отработала броски, все было очень классно. И много упражнений я поняла, как выполнять. Кстати, у игроков особая мотивация на мастер-классах. Лучше смогут принять участие в тренировочном лагере, который подведет черту под этим проектом. Главная целевая аудитория мастер-класса – это детские тренеры. В три мастер-класса сербский специалист постарался вложить все азы построения тренировочного процесса с детьми. А вот дальнейшее развитие этой системы, по словам Златана Прешичем, зависит от личности тренера и его понимания баскетбола. Очень рад, что тренеры не стесняются, какие вопросы обсуждаем вместе, договариваемся, как и что надо за дальше. За три тренировки мы можем что-то показать. Я сам постарался, чтобы показал один систем, как построить один систем в детском баскетболе. Мастер-классы под руководством Златана Прешича пройдут во всех регионах Белоруссии. Следующий на очереди – Гродно. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.